Делаем два вдоха и делаем 30 компрессий, чтобы прогибалась грудная клетка на 3-5 сантиметров вглубь. И делаем. Показательный массаж сердца и искусственное дыхание для Геннадия. Так в шутку студенты медицинского колледжа называют подопытного манекена. В муниципальном центре культуры прошла ярмарка вакансий, профессий и учебных мест. Более тысячи школьников познакомились с работой 33 различных организаций. Технологию работы 3D принтеров по специальностям графический дизайн и информационная безопасность показали информатики из Магаданского технологического колледжа. Оборудование позволяет создавать объемные детали и скульптуры из различных материалов до 30 сантиметров в высоту и 25 в ширину. 3D проекции дизайнеры используют для рекламной продукции и создания нового оборудования. Это у нас FDM 3D принтеры, которые печатают методом послойного наплавления. То есть он печатает один слой, печатающая головка поднимается на уровень выше, печатает следующий слой и так до полного изготовления детали. Новое пожарно-спасательное оборудование у сотрудников МЧС России. Это многофункциональный ствол для тушения пожаров, последние модели пенного генератора, дыхательного аппарата и защитного костюма для пожарных. В данном случае у нас представлен теплоотражательный костюм, который работает по принципу зеркала. Находясь на пожаре при температуре выше 800 градусов, он может выдержать до 5 минут, свыше минимум 5 минут, может находиться в пределах открытого пламени. О своих предложениях на ярмарке рассказывали 9 учреждений высшего и среднего звена, а также заведения дополнительного образования и более десятка потенциальных работодателей. Впервые на ярмарке работала площадка от пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Более 30 стендов предприятий и учебных заведений разместились на двух этажах муниципального центра культуры. В течение четырех часов у школьников была возможность из первых уст получить информацию о широком спектре профессии. Кому-то в этот день удалось определиться со своим будущим. Сначала я хотела поступить на юриста, чтобы у меня было образование юриста. Потом я подошла к юристу и поинтересовалась, как правильно закончить. Он мне сказал, что можно поступить на экономиста, закончить экономическое и потом пойти на юриста. Планирую пойти после девятого на экономиста, а потом на юриста. По информации городского центра занятости населения, сегодня в областном центре около 1400 вакансий. Самые популярные – водители, воспитатели, медицинские сестры. Требуются также строители, бухгалтеры, бульдозеристы, педагоги. Эти специальности можно получить в Магадане, где после молодые профессионалы смогут успешно себя реализовать.